Дорогие товарищи, мои друзья, поздравляю вас праздником мужества, чести, воли и достоинства. Каждый нормальный гражданин обязан защищать свою родину, семью, дом, близких, свою историю. Но они зря говорят, что есть славная профессия родину защищать. Правда, нынешние власти забывают сказать, что самой защищенной, самой мощной была наша держава, когда ее защищала рожденная в борьбе против интервенции рабоче-крестьянская Красная Советская Армия и Советский Флот. Мы не только гордимся этими победами, мы сегодня должны напомнить каждому супостату, кто объявляет нам санкции, кто нам угрожает новыми войнами, что лучший опыт легендарных побед питала и современная армия, которая продолжает славный традиц. Я вчера был в Кремле на торжественном заседании, а сейчас возлагали цветы могиле неизвестного солдата, и памятнику Жуку обратил внимание, что концерт был в лучших традициях советской эпохи. Сегодня, включая «Россия-1», идет концерт ансамбля Александрова, который начинал свой концерт с песни «Забота у нас такая». Это славная песня нашей комсомольской юности, а потом показали казачий красный ансамбль «И вставай, страна огромная». Мы продолжаем эти великие традиции. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с 91-го года никто не отступил. Вы встали в полный рост защищать свою советскую родину, советскую власть, нашу дружбу народов. Встали на защиту трудового народа, безрабочих и крестьян, учителей, врачей, военных инженеров. У нас не будет нормального будущего. Вы никто не дрогнул, когда нас лупили дубинами здесь, в Москве. Вы в полный рост стали, когда надо было защищать, оберегать наши заводы. Мы и наша команда спасли честь и достоинство нашей армии. Во главе с Жаресом Алферовым, Нобелевским лауреатом, Мельником, Кашиным, крупнейшими учеными, вместе с Масляковым мы подготовили программу возрождения военно-промышленного комплекса. Мы сумели спасти знаменитый Тополем, когда уже были порушены все производственные цепочки, собрали к операции 650 предприятий и сегодня Тополь-М и Ярс являются главным нашим стратегическим оружием. Мы не пустили американцев на учения с тяжелой техникой, когда они собирались на великой Нижегородской земле вместе с нашими предателями маршировать и топтать священную российскую землю. Мы не допустили того, чтобы на родине Ленина в Ульяновске наши предатели организовали вместе с американцами базу подскока. Мы все сделали для того, чтобы выдавить из Феодосии, когда 12 лет тому назад американцы там уже основали свое логовище. Я вместе с Харитоном и друзьями по компарте Украины собрали там 10 тысяч и за 5 дней выдавили эту сволочь с нашей священной земли. Мы все сделали для того, чтобы поддержать ребят, которые сегодня продолжают славные традиции зарничников. Та юн. армия, которая создана Шойгу, поддерживается нами всячески, потому что там готовят настоящих патриотов, которые любят свою державу, и мы с удовольствием участвуем в подготовке командиров для юн. армии. Наша команда во главе с Кашиным все сделала для того, чтобы поддержать в эту суровую годину Донбасс. Несколько дней назад мы отправили 78-й конвой туда, лекарства, одежда, все, что необходимо для солдата, который защищает нашу родину, русский мир, против нацистов и бандеровцев, захвативших под руководством ЦРУшников власть на Украине. Мы продолжаем и будем продолжать эти славные боевые и революционные традиции. В ближайшее время мы с вами отметим три выдающихся праздника. В этом году исполняется 140 лет верховному углокомандующему Сталину, который вместе с Жуковым обеспечил самые выдающиеся победы. В следующем году мы отметим 150 лет со дня рождения Ленина, который основал великое советское государство и показал, как трудовой народ может собирать распавшуюся и сгоревшую Первую мировую войну империю в форме СССР под руководством трудового народа. Мы отметим 75-ю годовщину нашей великой победы. Хочу особо подчеркнуть, что эти три события объединены главным. Ленин показал всему миру, что может быть новый мир, новый мир, где правит не национализм и имперские амбиции, а великая русская культура и наследство, великий подвиг трудового народа, где правит дружба и братство, создав новое государство, государство трудового народа. Сталин доказал, что продолжая политику Ленина, можно за 20 лет превратить отсталую страну самую великую державу на земле, а народ, который впитал все лучшее, показал, что реальной, самой главной силой на земле является Красная Армия, способная разгромить фашизм, освободить Европу и мир от коричневой чумы. Поэтому, отмечая сегодня этот славный праздник, и готовясь к трем юбилеям, мы заявляем, для нас главная цель – это возрождение великого советского государства. Для нас главный подвиг – подвиг отцов и дедов, которые одержали великую победу. Для нас главный пример – служить трудовому народу, гуманизму и справедливости, без которого не бывает счастья на земле. Поэтому мы все делаем, чтобы поддерживать сегодня самые прогрессивные силы. К нам на 100-летие Великого Октября приезжало 132 делегации со всего света, 60 генеральных секретарей, все до единого поддержали нашу стратегию к новому социализму во главе с патриотическими силами. Все до единого поддержали нас по Крыму и Севастополю, по Донбассу и продолжают эти традиции. Сегодня мы возвышаем свой голос против американщины, которые готовятся придушить Венесуэлу и организуют в эти дни провокации. Мы говорим руки прочь от наших друзей и товарищей, которые в Латинской Америке во главе с Кубой строят новый мир. Недавно наша молодая команда во главе с Афониным, Новиком, Тайсаевым все сделала для того, чтобы поддержать друзей с Венесуэля, в Некарагу, на Кубе и провести подготовку тех товарищей, которые входят в Союзском партии. Вчера вместе с Хазбеком Тайсаевым мы рассказывали о нашей программе подготовки к выдающимся событиям. Я уверен, что победа будет за нами, ибо дело наше правое. Я уверен, что мы вместе продолжим славные традиции Красной Советской Армии и все сделаем, чтобы восстановить и возродить союзные государства, социализм и власть трудового народа. Да здравствует великая страна и наша уникальная история. Да здравствует Красная Армия победительница. Да здравствует народ победитель, который уверенно продолжит традиции советской власти, справедливости и дружбы народов. Ура! 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 Ура!